Приветствую вас в первом взгляде на Math Empires. Это многопользовательская песочница. Обещают очень большую степень свободы, выживания, сражения. В общем, можно будет строить крепости, как заявлено, возглавлять армии в масштабных сражениях, осады проводить, в общем, собственную империю строить. И не только. События разворачиваются в 3 веке на Восточном континенте. Нужно будет бороться со стихией, нанимать неигровых персонажей мирными или насильственными методами. Можно будет превращать их в последователей, чтобы они собирали ресурсы, всякие материалы, или использовать их как личную армию. Заявляют о проработанной боевой системе. Ну, игра опять же сейчас в раннем доступе. Мы сейчас посмотрим, сколько из заявленного в игре присутствует. Я играю первый раз. Я не знаю еще, что ожидать. Я вижу немножко, что меню тут корявое, и русификатор как бы не полностью сделан, и местами он тоже коряв. Но, в принципе, в Баннерлорде вообще русификатора нету, хотя русский язык заявлен. Так что это не показатель. Сказано, что игрокам предстоит досконально разобраться в том, какие задачи выполняют солдаты в игре, какие роли они играют в достижении целей, как использовать оружие и осадные машины. Также предстоит сотрудничать с другими игроками, чтобы одержать победу в массовых сражениях, создавать оружие и доспехи, отлавливать лошадей, приручать, тренировать, разводить лошадей, заполнять коню... Я почему это все перечисляю, ребят? Потому что это невозможно, скорее всего, будет сейчас показать за одно видео. Вот. Но я как бы вам заранее говорю все, что заявлено в этой игре. Вот. А уж на сколько, но что мы посмотрим сейчас. В общем, можно будет захватывать земли, подконтрольные другим игрокам, расширять свою империю. В общем, помимо боевых, также можно на тебя примерить какие-то мирные занятия. Очень много в игре предусмотрено профессий и всяких, я так понимаю, какого-то крафта, сельское хозяйство, кузнечное дело, приготовление пищи, животноводство и охота. Игроки должны работать вместе, чтобы обеспечивать ресурсы, в которых нуждается растущая империя. Ну ладно, в общем, все настройки графики на максимуме. Вот, можете посмотреть, да, тут коряво, но в том же скаме, в том же баннерлорде вообще русификатора нет. Люди прекрасно играют, наслаждаются игрой в основном. Ну ладно, давайте уже войти в игру. Тестовый сервер. Еще игра не релизнулась, нужно сказать. Так что, если вы будете играть уже на релизе, возможно, будет все круче гораздо. По крайней мере, что касается меню, но саму игру не видели. В баннерлорде меню тоже так себе. Посмотрим, в общем. Так, я мог бы загрузку промотать, но я не знаю, как долго она будет происходить и что потом. Так что, давайте целиком вы помучитесь вместе со мной на загрузке. Те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те-те. О, создание персонажа. Собственно, перс, кстати, немножко похоже на то, что здесь расположено, опять же, как в баннерлорде. Так, я понятия не имею, что меня ждет в игре. Я понятия не имею, есть ли тут хитбоксы, или как в тоталваре, или... Как вообще? О, можно... Так, ну давайте начнем с тела. Лицо пока только одно. Опять же, я записываю еще, она даже в стиме не вышла, игра. Так, высота, но это рост. Толстый. О-хо! Вот это прикол! Либо тощий. Можно маленького сделать, толстого. Так, мышцы. Но так мышцы вообще не видно, да? Да, если он... О, мышцы только есть такой, средний видно, такой качок. Так. Грязь. Нет, мы будем чистюли, хотя все равно не до конца вижу, самым грязь, но не удивительно, в принципе, в средневековье мылись раз в год. Какая там, это княжная Екатерина была самой, считалась чистой, она мылась два раза в год. Так, кожа. Кожа немножко. Ну тут написано везде, что альфа, в принципе. А, вот я могу вот так вот кожу, вот здесь вот прям вводить. Ну давайте вот такого белого угнетателя создадим. Шаблоны персонажей. А, ну пока их нету. Это имя персонажа. Да, походите, ну давайте такого создадим, а почему бы нет. Так, имя персонажа Сол. Так, а вот это вот что, что это за значки? Опа. Не поняла, это сбросилась, это девушка. Ух ты, можно москулисты сделать. Ну пап, в кляш вот так вот выглядит. Понятно, а это что? А, это уже лицо, это как... Это, видимо, какие-то татуировки. Это голос, что ли? Так, ладно, мужика. Так, по лицу. О, это размер глаз можно, ну-ка. Ой, не, давай, глаза нейтральные. Глубина глаз, высота, ширина. Это что такое? А, ну... Ха-ха, да уж. Не, меня тогда фокусить будут все. Глазные яблоки, ох ты. О, вот это вот. Ну почему нет, я имею право. Так, хорошо. Нос. Размер, глубина, высота. Ну-ка, я же могу. Ну ладно. Переносица. Кончик носа, высота. Это что, среди людей что это такое? Ширина, в общем, чего-то. Можно так от его вращать. Ох, это слишком стрёмно, и меня все будут фокусить. Ладно, давайте... Ладно, я не могу удержаться. Пусть даже меня будут фокусить. Не могу удержаться. Так, а это ширина... А, это губы. Это ширина губы. Так, еще... Рот можно. Так. Господи. Так, толщина арта. Подожди. О, слушайте, главное это же душа, правильно? Или нет? Я считаю, что главное это душа. Блин, достойный этот самый... Какие проблемы? Так, волосы. О! Цвет волос разный. Что он только не меняется. Наверное, пока цвет волос один все-таки. Так, а это что такое? Брови. А, брови угол. О, я могу сделать как... О! Ну, по-моему, круто. Я не знаю. Как вам, а мне понравилось. А, это что такое? Позиция, что это? А, татуха! Блин, заволост ее и не видно. Давайте. Дракон. Какая-то надпись. Так. Слушай, я даже не знаю, что взять. Татуху или... Волосы. Ну, волосы, блин, у всех есть. Татуху такую. Пойди попробуй себя набей. Мама запрещает. Хотя, блин, на самом деле, татуху сейчас каждый... Очень многие себя вообще набивают. Ну, давайте вот такую вот красивую татуху, правильно? Жесткие мы такие... ВДСМщики. Так. Нормально. Так, соло-плей, ютуб. Опять же, меня будут фокусить. Ну и ладно. Блин, какой крутой все-таки, да? Не отрицайте. Только завистники могут отрицать. А, ими нельзя такое. Можно было это потом удалить из-за персонажа. Так, even server list. Я без понятия, что делать. Но, наверное, надо выбрать, типа, где мы поедем. А, вот. EU, Европа. Это Америка. Это Азия. Это Китай. Давай EU. Это как, напоминает, Stronghold Kingdoms немного. Наверное, зеленые это... А, они все желтые. Это значит, что там средняя популяция или что? Почему зеленые еще? Вот пинг. Подожди, подожди. Назад могу. Ну-ка, вот здесь еще могу. Да. А, пинг здесь хуже. В Азии еще хуже. В Америке хуже. В Китае вообще жесть. Так что, Европу. Давайте вот сюда. Тут 45 пинк. PvP, блин. Единственный сервер, на котором нормальный пинг, это PvP. А, на PvP сервер можно зайти только потом, когда уже, да? Ты что-то это... А, популяция вот еще и здесь красная, здесь желтая. Ну, я не знаю даже. Ну, давай где красная, где больше всех зайдем. То есть, я потом, так понимаю, создам перца, смогу прокачивать на PvE сервере, а потом перейти на PvP, если захочу. Если правильно понял. А, видимо, это что? А что, а где курсор? А, вот курсор, только что-то он не двигается. О, задвигался, ожил. Так, можно уменьшить карту. Ой. А что такое-то? Подожди, это увеличить. Но она и так уже максимально уменьшена. Это, видимо, выбор, где я появлюсь. Равнина, равнина, лес. Какие-то холмы. Ну, я предполагаю, что на холмах удобнее оборонку. Но, блин, я вообще не знаю, какие тут бонусы, что. О, давай на равнине для начала, вон, на берегу моря. Хотя, вот здесь какая-то дорога, интересно, давайте сюда. Вау, я не ожидал. Я думал, он будет как в Тулваре. Нифига. Нифига. Десятый день, время быстро идёт. Солнечно. Скорость мира. Пинг показан. Скорость соединения. Какая-то прыжок. Спринт. Так. Ну. Если тут так бои будут происходить. Это получается здесь всё-таки... Так, надо у разработчика спросить. Так, я спросил у разраба, но пока его в сети нету, есть ли тут хитбоксы. Знаете, чё? Вообще, нужно, наверное, протестировать. Если они есть, нужно, конечно, пересоздавать максимально низкорослого персонажа и максимально тощего. Так, выберите скилл экспертизы. Так, тут можно красно... Слушай, похоже, что скиллбокс есть, потому что, ну, такая пышка, конечно, у меня вообще без вариантов, наверное. Сейчас... Ну, сначала, ладно, давайте так начнём. Так, автобег. Это как? Равно что-то ничего... А, один раз нажимаю, и он бежит куда надо. Кстати, удобно. Во многих играх этого не хватает. Позвать лошадь. Ну-ка, что, у меня лошади есть? Нет, никого пока нету. Не добился. Так, я спросил в глобальном чате, Ctrl-T, есть ли в игре хитбоксы легче попасть по большому персонажу? Или как? Я предполагаю, что есть. Может, на сбор нажать? Так, вот я могу собирать какие-то камешки, ветка, обломки. О, и опыт я. Я получаю опыт. Подожди, а это что? Это ещё какие-то камни, ветки. Ещё. Ну, тут пока никого нету, видимо, так что мне никто не ответит. Но это преимущество. В этом есть своё преимущество, потому что я тут травяной коврик. Владелец Тайр. А, есть, тут другие люди. Смотри-ка. Ну-ка, а я могу его это? Опа. Что-то недостаточно осадной силы. Тебе надо. Чё мне надо? Больше продвинутого оружия. Опа! Стоять! Стоять! Да подожди, я бегу как могу. Стой, 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 умоляйте. Сбор. Нет. Как, 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 как я? Как её приручить? Ну, судя по тому, что она заблочена, у меня навыка не хватит. Слушайте, интересно. Так, в честь я тут ответил. Не думаю, что сайдс им... То есть, что размер имеет большую разницу. Нет, если тут хитбоксы есть, он имеет колоссальную разницу. Потому что у меня сейчас персонаж, как просто... Можно мишень на себя повесить и автонаводку с таким же успехом. Так, ну, нажать L надо. Так, ну давай L нажмём. Так, откройте интерфейс, выберите экспертное владение. Ну, тут, короче, коряу ещё перевод. Там есть ссылка наперёд. Кстати, любой может помочь. При желании, там, онлайн сообщество переводят, я так понимаю. Задание гильдии рецепт. О, скиллы, таленс. Так, и чё мне надо выбрать-то? Ух ты, слушайте, ну прокачка тут немаленькая, так скажем так. Мудрость даже есть. Таризма. В общем, сколько сила, ловкость, телосложение, мудрость, харизма. Пять этих, и в них очень много ещё всяких штук. Единственное, очки экспертного знания я даже не вижу. Но что-то у меня тут... Вот я вижу телосложение немного прокачано. Надеюсь, не из-за того, что он пухляш. Так, нажимаю, ничего не происходит. Сюда нажимаю. Подтвердить этот талант? Нет, подожди, я могу что-нибудь другое вкачать? Получается, да? Так, надо посмотреть. Так, вот, например, в харизме больше людей на военную службу. Но это первый перк. Тут их можно очень долго рассматривать. Так. Да, для успокоения сразу могу сказать, что эта игра не через Mail.ru. Так что можете в этом плане успокоиться. Хотя я не знаю, насколько можно успокоиться. Так, в мудрости время крафта на 5% снижает. Так, а телосложение... Вроде бы то ли режет урон, то ли увеличивает каждый тут что-то уровень. Вес. То есть сколько я могу переносить, увеличивает. В ловкости шанс на кровотечение, что ли, 30%. Если прокачать, по-моему, это, наверное, круто. То есть кого-то там преследовать или типа того. Метательная в ловкости больше наносит это урон. Слушай, подожди. Блин, так тут прокачка вообще. Смотрите, тут нет, тут не 5. Смотрите, сила, ловкость. И вот тут сбоку еще щит. Двуручное оружие, древко, оружие тяжелый доспех. В ловкости лукор, болельщики, верховая езда. Легкий доспех, телосложение физически. Рудник, лесозаготовка, охота, посадка. Мудрость, осада, строение, изготовление доспехов. Медицина, харизма, тренировка. Это что такое? Меньше ваши воины будут потреблять еды в день. Вербок, приручать. Это кого приручать? А, вот лошадей как раз сколько я могу. Вот, так, известность. Скорость получения славы за выполнение всяких достижений возрастает на 10%. Точнее, количество этой славы. Слушайте, тут прокачка просто офигеть. Так, подожди, подожди. А верховая езда, тут приручения нету. Нет, это контроль лошади. Очень похоже на Mountain Blade Bannerlord. Очень. Даже слава так же пишется. И верховая езда, и луки, и арбалеты. То есть, очень много параллелей. Так, что мне там сказали прокачать? Ну, специализацию просто выбрать. Наверное, я лошадь для начала попробую приручить. И это не значит, что правильная прокачка, если вы какое-то военное искусство, тактика, ярость, стойкость. Тут, короче, очень глубокая игра. Это я уже понял. Насколько все качественно реализовано, пока непонятно. Ну, сейчас, точнее, ранний доступ тут еще ничего не реализовано. Ну, точнее, что-то реализовано, но не полностью. Вот. Ну, а я вам показываю, что амбиции, конечно, у разработчиков им точно не занимать амбиции. Пока впечатление хорошее, очень интригует. Так, давайте попробуем, может быть, приручение. Так, и что? И что, еще я могу прокачать? Вот, блин, я не вижу, сколько у меня этих очков. А, я не могу. А что мне нужно? Левел 10. Подожди, если я, подожди, если я эту штуку... А, вот, могу одну убрать. Ну-ка, и что это получается? А, это скорость обучения скиллу. Слушайте, походу, он прокачивается. Да, вот здесь написано, как его прокачать. Значение прирученности животного повы... То есть, нужно приручать... Животных. Слушайте. Но, я смогу их в любой момент сбросить. Так, допустим, смотрите, прокачал 1.64. Так, вышел из этого меню. Все, это я выполнил. Так, если я еще раз сюда зайду... Может быть, на релизе уже нельзя будет так делать, я не знаю. Так, я могу отменить? Да, я могу отменить. Так что, в принципе, можно все во что-то пока что вкачать. Вот, но смотря, когда вы будете играть. Так, нажать X для получения награды. Так, собрать траву. Это... О, даров, ничего себе русский. Тоже написал, привет, тут есть в игре хитбоксы, не знаешь? Так, мне пока не в дискорде, нигде не ответили. Трава, может, вот это, это сбор? О, кажись, да. Напоминает чем-то немножко скам. Знаете, такую смесь скама и баннер лорда. Вообще, гремучая смесь, конечно. Вообще, собираем. Понятия не имею, но боевка очень вязкая. Что значит... Вязкая? Ладно. Пока я так далеко не прокачался, сейчас мы посмотрим. Надо хотя бы на животном каком-то протестить. Может быть, вот это надо замаксить? За достижение какое-то, типа, количество славы я больше получаю. А почему больше я не могу? Подожди, а что-то еще я могу больше прокачать? Не, походу у меня два очка изначально. Так, тогда приручение, пока я не занимаюсь, я его убавляю. И еще раз в славу. Вот так вот замакшу. Да, у меня два очка, значит, изначально. Кстати, я вижу, что у меня голубая линия заканчивается. То есть красная в левом верхнем углу, но это хп. Желтая непонятно... А, энергия. Желтая, судя по значку, это энергия, а синяя это еда. Каждый раз нужно Е нажимать, нельзя ее удерживать. Ну да ладно. Так, ну практически я вроде... Практически дособирал все. Все. Соломенную веревку здесь... Опа, первый уровень кого-то. Подожди, это кролик, я его могу приручить? Стоять! Нет, не могу. Он, видимо, испугался. Может быть, вот так вот? Не, маленькая пчелка. Опа! У него это шкала, что ли, какая-то? Шкала чего-то. Нет, 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 испугался, нереально даже так. Так, наверное, в рецепты теперь, да, что-то изготовить. Очки. Ну, нифига себе, это такой крафт. Это первый класс, тир, да, качество предмета. Второй тир, третий, четвертый. Четвертый вам пока вообще ничего нету. Ну, очень большая прокачка. Еще тут можно фильтровать. Оружие, доспехи, строение, ну, постройки. Предметы потребления, видимо, жрачка, лечение ран. Боеприпасы, ну-ка, в доспехах, что, всякие деревянные доспехи, бронзовые доспехи, грубые деревянный доспех, грубое легкое седло, оружие, бронзовый меч, топор каменный, каменный молот, поводья, грубая сабля. Короче, очень много всего. Мне говорят, шляпу изготовить, может, она в броне где-то, нет? Так, вот вкладка инвентаря. Тут я смотрю, еще гильдии есть какие-то, можно подавать в них заявку. Написано, сколько у них у кого, уровень гильдии. Есть первого, второго вижу, видимо, голова. Да, вот здесь вот на экране инвентаря написано, сколько хп, сытость, выносливость, скорость и вес. Ну, вес не мой, а это еще токсичность есть какой-то. Так, подробность. А, владение одноручным оружием, щитом, тяжелый доспех, очень много вкладок, добыча, короче, жесть. Так, снаряжение пока никакого нету. Так, мир у игроков должен быть включен враждебный. А, вот это, по-видимому, включается так. А, тут сказано все-таки изготовить соломенную веревку. А тут сказано... А, да, веревку, я что, думал, шляпу, блин. Так, ну, веревку я, наверное, могу изготовить. Продмет потребления. Травяной пласт. Так. Да, это вот в рецептах. Типа оружия, доспех, предмет потребления, боеприпасы. Веревка, она к чему относится-то? Короче, она только во вкладке все есть. Вот, вижу, соломенная веревка выучена. Для связывания вместе вещей может быть использована. Она у меня, по-моему, уже есть же, да. А, нет. Вот это, что ли, крафт? Да, для нее как раз нужно 51 из трех... Для нее трава нужна. Так, ну, нажал, и что, она изготавливается? А, вот, скрафтить одну. Вот, крафт происходит. Отлично. Так, скрафтил. А, 15 штук мне надо, окей. Так, правая кнопка, скрафтить еще. Ну, у меня это есть, значит, 14. На одну примерно 3 секунды, да, на одну уходит. Ну, вот, постепенно будут крафтиться. А если выйти, будут крафтиться? Да, даже если выйти, они крафтятся. Отлично. Кстати, я вижу, что тут смеркает. Опа, повышение уровня очки таланта. Что-то такое еще там. Видимо, за крафт, да, дают опыта. Ну, да, вот в левом углу мне постоянно пишут, сколько я потратил, сколько я получил, сколько я опыта получил. Почти все скрафтил, что мне нужно. Тихо-тихо-тихо. Так, получаю награду. Сбор ветка. Сейчас вы ветки еще дособирайте. Это просто достаточно. Так, все, дособрал. Каменный топор. Изготовить. Нужно еще и веток много насобирать. Ну, давай веток пособираем. Правда, плохо их сейчас уже видно, но... Хотя... Так, настройки интерфейса пока не работают. Система вот, может, поярче сделать. Ну-ка. Вы напишите, если совсем вырвать глаз, но поскольку смеркается... Не, нормально. Мне нормально. Надеюсь, вам тоже. Глаза не... Не, это... Соберем веток. Много их нужно. Я так полагаю, камень потом тоже понадобится. Так что можно его сразу собирать заодно. Так. Значит, теперь делаем топор. Один. Он 15 секунд изготавливается. Так, я сделал топор. И что мне теперь? Вот так вот его, допустим, на единичку. Опа. У меня есть топор. Так. Каменный молот. О, да. Вот теперь нужно эти собирать. Обломки. Только обломки. Это камень тут неправильно переведен. Так. Молот. Давай. Интересно. Неужели он нужен для строительства? Может быть, для добычи как раз там руды всякой? Так. Есть. Использовать саранча. Что? Съесть саранчу? Да ладно. Так. Во-первых, давай молот сюда поставим. Ты мне скажи, как мне эту саранчу, блин. Как мне ее... Где мне ее найти? При сборе ресурсов с кустов есть шанс найти саранчу, которую можно съесть. Откройте инвентарь и щелкайте право. Да, это... Но если вы сидите слишком много саранчи, на вас ляжет ослабляющий эффект. Нифига себе. Вот это проработка. О, у меня уже есть две саранчи. Сожрать. Сколько там мне надо саранчиться? Пять штук. Слушай, а круто. Ничего себе. Я не ожидал. Единственное, пока, конечно, мы не видели взаимодействия с другими игроками. Повышение уровня очки таланта. Взаимодействие с другими игроками. Как там вот это вот все будет. И, кстати, у меня что, это восполняется сжачка-то из-за того, что я саранчу сожрал. А раньше в деревнях мы вот это вот все ели. Кстати, редко она выпадает. Вот я смотрю, низкосортная конопля собрал. А саранчи все нету. Еще ее фиг это добудешь. Еще одну саранчу. А, вот как раз. Сожрать. А, вот где сытость 83. О, она постепенно заполняется. Сытость постепенно. О, 84. Да, постепенно. Так, еще последнюю саранчу и все. Но надо просто влево вот сюда смотреть, когда там будет написано саранча. Так быстрее. О, а это там кто? Лиса, что ли? Да, лиса. Так, последняя саранча. А, выучить рецепт деревянной пики и метательного камня. Нет, это вот в рецептах. Так. Оружие. Деревянная пика. Деревянные грабли. Не то. Кстати, тут можно будет готовить саранчу. Приготовленная саранча. Ничего себе. Тут сундуки есть. Комоды. Коврик и сломан. Это, видимо, для возрождения. Висящий факел. Костер. Печь. Текстильная машина. Всякие рамы, ворота, флаги оперсональные. Так, ну вот я вижу метательный камень. Наверное, все выучил. Наверное, вот это, что ли, деревянное? Это же деревянное копье. Мне кажется, вот это. Почему оно заблочено? Уровень, что ли, нужно мне повысить или что? Может, вот это деревянная грабли? Нет, ну мне копье сказано. Вуден пайк, да, копье. Ну и как мне его разлочить? Уровень надо поднять. А где вот общий уровень-то смотреть? Вот у меня, да, у меня третий уровень, а это нужен четвертый. Но тут можно либо покрафтить много всего. А, ну камень метательный. Слушайте, я его как раз и начну сейчас. Давайте максимум. За это же опыт дают. Вот сейчас посмотрим, сколько опыта дают. Где-то 6 секунд, что ли, он крафтится? Ну-ка. О, да, нормально, нормально дают. А что для его изготовления? Обломки. Нормального опыта. В общем, качаемся. 7 секунд примерно крафтится. Так, смотрите, кстати, здесь блочить можно. Ну-ка, держать блок вспомогательный. Подожди, что-то он... Чем-то нету. А ну-ка, на бейт что такое? Тоже нету. Ой. А, это, короче, с какой стороны я бью? По направлению мыши, что ли? Да, как в Mountain Blade. Я иду так вот с правой, так вот с левой. Ну-ка, сверху, а снизу? Снизу-снизу удар. Прикольно. Только с блоками что-то пока не работает, но ладно. На правой кнопку имею в виду. Есть четвертый левель. Прокачиваем теперь в рецептах. Вот, копье, да, открылось. Все, прокачали. Я его могу сделать? Что нужно? Соломенная веревка. Ветка, твердое дерево, великолепное дерево. Нужно срубить, что ли, топором? Давайте посмотрим. Интересно. Ну-ка. О, это хорошо. Ну-ка, сбор. Нет, это немножко не то. А как его? Нет, это не то собирается. Я не понял, мне дали за... Ну-ка, еще. Лесозаготовка. Скилл растет. Опа, а это дерево сложнее рубится почему-то. О, оно вообще рубится? Да, вроде получена кора. Да-да-да-да-да, ветка. Видимо тут... О, и скилл растет. С определенным шансом оно будет выпадать. Если... Не-не-не, да, портится. Вон я вижу черная полоска, где вот единичка. Видите, она потихонечку растет. Ветка получена. Так. Наверное, ветка это и есть, или нет? Ветка... Так, а почему я могу скрафтить-то? Да, могу уже. В основном так бледно нарисовано, как будто я думал, у меня ресов нету. Да, типа низкий уровень крафта, ну, этого способности, да. И поэтому там всякие дебафы у этого оружия. Learn the wooden pike рецепт. Learn a basic weapon рецепт. Так я же wooden spike выучил. Так, ну вот еще раз в оружии. Базовый рецепт. Может, вот это имеется в виду? Ну-ка. Нет. А что тогда? Вот это, что ли, меч? Типа, все базовые вот здесь вот должны быть выучили, или что? Тоже нет. Ладно, wooden pike. Я его выучил. Так. А, вот это, что ли, деревянная пика? Вот оно. Вот оно что. Да, понятно. Подожди, тогда, что стоит деревянная пика? Великолепные. Обломки, камень. Я могу одну скрафтить? Не, не хватает чего-то. Сломенная веревка, веревка так. Камень, великолепный камень. Обломки. Обломки. А, это камень или великолепный камень? Короче, нужно больше камня. Кстати, ну-ка, молотом, что ли, нужно камень добывать? Ну-ка. Получено обломки. Да, вот. Вот как добывать камень. Вот эти уже не надо фармить. Отлично. Вроде я правильно добываю, потому что оружие, вроде бы, ну, эффективно достаточно. Я опыт получаю. И это. Да, графика не супер-крайзис, но в такие игры играют не ради графики. Тут интересно совершенно другое. Мне интересно, конечно, до пвп дойти, посмотреть, как это все работает. Камень большой попался. Ну, я вроде много камня получил. Опа, нормально. Так, да, эта пика активировалась. Давайте одну сделаем. За него, наверное, много опыта дает. Но, опять же, вот я вижу там, видите, красная, как кузнеца в баннер-лорде. Пробивающий урон. Разбитый урон от наступления. Ну, со временем переведут это все. Штраф к одной руке. Кстати, вместимость у меня большая. 150 я могу тащить. А у меня тут 17. Надеюсь, это не из-за того, я могу столько тащить, что я такого создал, здоровяка. Так, ладно. Пика есть. Ух ты, прикольно. Так, получить награду. Опа. А это что такое подсвечено? Лиса. Понятно. Так, броню теперь. Легенсы, всякое такое. Так, доспех. Это грубые деревянные мне надо выучить? Я полагаю, что да. Вот эти легенсы тут вот на башку. О, да. Отлично. Да, и теперь его надо изготовить. Коры недостаточно, коры недостаточно, коры. Рубим деревья. Я полагаю, конечно, мне рубить деревья еще очень много придется, поэтому, наверное, имеет смысл что-то прокачать здесь. Очки таланта 414. Я не совсем понимаю, что это. А, везде какой-то левел требуется для открытия. Это, я так понимаю, все заблоченное, да? То есть я сейчас вообще ничего не могу открыть. О, нет, тоже не могу. Может, вот здесь, в лесозаготовке, я же уже достаточно продвинулся. Написано, что нет, видимо, недостаточно. Я, конечно, полагаю, потом уже нельзя будет так сбрасывать все перки. Давайте прокачаем более быстрое получение опыта, допустим, с того же деревья. О, ну, 2 очка, я считаю, я тебя получил. Так, и надо нам забрать очки, во что я там вкачивал, в известность. Я пока не понимаю, как это все происходит. Уберем из известности, допустим, и вкачаем все-таки все в лесозаготовку. Я сейчас должен гораздо больше получать именно с него. То есть потом прокачаю, потом отсюда смогу убрать, например, да? Блин, в 7,5 раз больше я теперь должен получать. Ну, по опыту, по-моему, я столько и получал, 1,69. Но скилл растет быстрее, да? Да, скилл растет однозначно быстрее, намного. Ну, вон, я, смотрите, уже уровень скилла до 25 за одно дерево пробил. Наверное, как раз так я и смогу, считаю, в лесозаготовки прокачать. Вот здесь вот нужен уровень таланта 150. А, у меня вот здесь вот где-то уровень таланта. Видимо. А, increase level. Я что-то запутался, если честно. Я не могу пока ничего повысить, не могу ничего еще сделать. Скилл level. Здесь не могу разблочить. Ну, видимо, нужно талант. А, ну, level, во-первых, мне нужно получить 10-й персонажу. И талант до 150-го. То есть не все так просто, потому что я сейчас одно дерево срубил и все. Вот эти вот циферки, которые в левом нижнем углу, там 28 уже. Мне нужно их довести до 150-го. И еще и левел 10-й получить. Но 10-й левел сложнее, наверное, будет. Так, ну что, делаем броню. Хотя, может быть, если по квестам идти как раз. Так, кора, соломенная веревка. Сколько там соломенных веревок нужно? Еще 4. Ну, 5-й уровень получил. Ну, давайте опять в лесозаготовку. Когда уже это все будет заблочено, когда нельзя... А, не могу. То есть не каждый уровень дают эти вот очки таланта. Ну, ладно. Так, щитки, кстати, готовы. Прикольненько. Это такие штаны со щитками. Так, на башку готово. О. Стало более, да, на человека похож. Так, ну и на грудь теперь изготавливаю. Да, опыта дают гораздо больше. Вот. Пока очков, как бы, кажется, что много. Но, на самом деле, вы сами видели, сколько тут всего в крафте и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, не стоит все бездумно тратить. Но пока есть возможность там их как угодно перекачивать. Ну, кроме крафта. В крафте, видимо, нет возможности сбрасывать. Хотя я не уверен. Ну, вот у гильдии в чем, да, преимущество будет в том, что там какие-то специализации и так далее. Но я не очень люблю кому-то в этом плане быть подзависимым постоянно там. Вот я люблю больше такой волк-одиночка. О, доспех сделал. Так, сбор сурового мяса. Так. Опа. Как в расти прям. Круто. Акми сырое мясо. Че, тебе? На копье кого-то? Лошадку-то жалко. Ух ты, кабан. Как блочить. Блин, у него 11 левел. Я что боюсь. Может, вот это вот, заяц. А как? Как мне его? Надо, наверное, вот эти метательные... Где тут камни? Вот, метательный камень. Давай попробуем. Жа, почему я не могу его? Я не могу его. После стокового балла за весной режим вы можете вставить свои силы в охоте. Попробуйте использовать метательные камни, чтобы убить кролика или пику, чтобы убить лису. После убийства мелкого животного нажмите C, чтобы присесть и использовать свой кам... Бля, он меня тут не мучает. Напугал. Так. Чтобы использовать каменный топор, чтобы ударить потушь и получить сырое мясо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а стоять попал же ну-ка стоп 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 это сражается со мной бейся есть вот так на районе решаются вопросы топор скоро сломается и присаживаться не вода написано что исчезнет через 10 минут это сырое мясо кости я получаю а сколько я с него вообще могу выбить то все отлично так рецепт костра и скрафтить кампфаер кстати он мне пол хп снёс потихоньку вроде реагинишь я тут вижу травяной пластырь повязка там но это пока заблокировано в общем эти боеприпасы ну-ка каменная стрела ну да вот кампфаер костер так но надо костер поставить на землю значит мне нужно еще ветки и камень хотя у меня с едой то проблема слышите надо поторопиться синий сейчас могу так и загнуться и на этом и дебафа будут я надеюсь они сразу загнуть так все камень нужен нужен быстрее быстрее нафиг прибеги прибеги очень сильно расходуются вот это суши у меня походу из-за этого такой эффект сейчас типа все за затенение быстрее быстрее блин 40 секунд надо прожить 40 секунд ничего не добывать суши до хп уменьшается так а если я буду ходить и не бегом кажется она быстрее уменьшается если ходить я надеюсь 6 смогу костер поставить без дураков давай быстрее быстрее сколько там еще тебе а 4 секунды ну сколько за газа костер тут много за костер дали так умоляю тебя поставься точка связки постройки чудо . связка вид постройки . связки так приготовьте мясо так открыть это сам и чем я туда давать то готовься нет 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 я не хотел его жрать зажечь нужно топлива ну вот или куда сюда или куда или сюда вот вот зажег так как мне готовить ты и а вот сюда так отлично все наверное надо 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 разделить как его разделить то ладно пофигу пусть пусть так чего можно ремонтировать устойчивость постройки владелец оборонная мощь опа это чё такое пепел как в растет сыромятная шкура песок у меня тут сша чё так она долго готовится чё за так мы положите дрова из строя мяса в костер узнать как приготовить мясо из интерфейса рецептов приготовьте мясо затем переместите обратно ах ты как мне мясо узнать сушеное мясо такого у меня заблокирована ты чё нет это сушеное мясо с приготовленными а вот вот так и вот так все аху так все вот готовься смотрите наш этот многострадальный не достаточно просто его положить так есть одно приготовил так сколько у меня сытость 0 хп все меньше ну-ка сажать так о сытость растет отлично и хп начала расти так сейчас тут у меня дерево закончится сыты семна очень я конечно только не говорите что мне так нужно короче много очень сажать чтобы выжить так пепел я тоже заберу всю заберу я мог конечно чужой этот использовать но он сам погасит сытость ну почти максимальная можно конечно еще бы а чуть такой желудок значок желудка теперь и полный что ли да сытость растет видимо до максимума они этот наверное почему красненькая стрелочка сумея красненькая с раз чем-то с плохим с негативным дебафф да и каш пережрал можно было на к минимум одно мясо оставить про запас но потихоньку хп растет ладно еще я тут сделаю про запас этого самого атоме закончилось дерево 79 кстати 78 уже сказал дерево получаем награду деревянный щит где деревянный щит не в доспехах разве видимо нет чего в оружии вот да все исследовал так чё нужно ветка ну короче рубим все топор сломался ну-ка его можно починить нет вообще просто пропал ну сейчас изготовлю второй топор для изготовления его у меня дерево достаточно не хватает камня камень часто по форме потому что молот у меня почти целиковый интересно влияет ли размер камня на то сколько я с него как долго его долбить седьмой уровень кстати уже леса заготовку могу еще разок а до 12x а еще выше не 12 уже некуда все и левель я тут чего не могу вообще эффективно почему не могу вот это вот ничего а ну вот потому что вот здесь у меня надо еще чуток кстати копор ор какой-то я добыл материал делаю щит но судя по боевке с животными хитбоксы здесь есть так сказать все я буду пересоздавать персонажа сейчас еще дождусь не знаю в этом видео получится дождаться от разработчиков или нет посмотрим так 9 щит есть а теперь а лук и стрелы вот лук а стрелы в это бы в этих каменная стрела вот так отлично так для лука нужно еще пять веревок не хватает до травы эти может грабли сделать может они для травы как раз нет эффективнее для сбора ну-ка грабли хочу их нельзя что ли в слот поставить а как тогда уровень таланта древковое оружие что я не понял ну ладно до сранчу сажу щит можно тоже экипировать наверное да ну вот как я со щитом выгляжу за спиной ну-ка я могу и топор достать и щит о кажись да а теперь и блочить можно так лук могу сделать делаю один так а стрелы опять веревки нужно на стрелы эти пока бежал физическая какая-то это у меня прокачалась мы видим это кардио восьмой левел я вот не знаю ну и чем не физику что ли прокачать я просто думал сбор какой-то леса заготовка уже максимально прокачал давайте физик физику прокачаем наверно не за посадка вот я думал относится ли вот к этому ко всему давайте попробуем на на посадку прокачать ну то есть я надеюсь что на за сбор машинят собирать очень много и рудник тоже добывать эти три да и физика тоже о известность кстати выросла как стрелы веревки нужны так лук есть давай отсюда на шестерку так стрелы в ветке стрелы могу сделать сколько я могу их 3 только не говорите что реально 3 надеюсь там за одну стрелу как бы тебе стак дают уж если это одна стрела изготавливать сколько тут 78 секунд это жизнь там должны хотя бы штук 10 дать 1 ства реально это только нужно для одной стрелы у меня уже скоро это может быть может быть вон может быть на лесу по охотишь мне мясо нужно уже как мне а как холдбр а он не натягивается чтоб тебя он не натягивается зараза как мне его может мячу ты изучить скиллах так короче ладно я понял потом разберемся прости леса дело в том что мне нужно мясо да потому что меня видите опять это все такое стало типа тусклое так давайте зажжем ну так у меня фуэл вот ветка что-то нужно так как что-то или сначала типа нельзя сначала зажечь эфил там есть может тут трава нужно какая-то чтобы зажечь я уже не помню или кора что-то проблема походу я знаете почему не могу это использовать уж это не я костер кто-то другой построил вон мой костер да ну-ка корой могу испусть у меня дохрена и вода даже даже корой можно топить да ладно а мясо надо сюда максимум сразу сделаем кору можно жрать я не знал а так точно на же по телевизору говорили жрите кору чего мне нравится жрите кору было было такое ну да вот я сейчас смотрю любом случае дайте вот значок появляется красного вверх типа ну утоляю голод вот эти ветки ну не ветки а бревна на самом деле мне нужны вот так что а кора пока непонятно так что ее можно может она вообще не нужно особо ни для чего написано чтобы жрать можно или приготовить лекарство кору дуба прикладывать так но все я выполнил свой долг потушил все ой блин опять я пережрал ну ладно мне можно наверное знаете как идеально за полностью сбрасывать допустим я сейчас не люблю не рублю дерево значит рублю камень полностью сбрасывать с дерева вот эту прокачку и допустим на рудник полностью и и если конечно много кликов но я думаю что потом они это уберут это что уже в качал уже отменить так будет нельзя просто да я был прав вот так гораздо быстрее сейчас растет уровень ну все я сейчас это молот доломаю выформил максимум сколько смог им все начинают дерево соответственно из рудников я во все убираю перекачиваю дерево и почему-то меня впритык слушай я надеюсь что когда я вот это все таки откатывающими там штрафных санкций нету не пропадает часть очков может быть еще такая система 49 очков добыча дерева сейчас скоро 150 и смогу надеюсь там что-то взять все 151 а вот кстати когда он сломался автоматически заменился очень удобно так сейчас посмотрим целосложение леса заготовка ну а чё я не могу ничего разлучить уровень типа наверное я вот тут что-то не понял как это работает а уровень 10 что ли мне хватает уровня дамя восьмой уровень понятно начну спасаться делая стрелы таком не еще могут фармить всего слушать тебя за сбор это леса заготовка что ли потому что она у меня прокачивается я смотрю изготовление это потому что я крафчу фоном а у меня прокачивать потому что у меня попутно почему-то прокачивается леса заготовка возможно сбор травы или леса заготовки относится да это относится к лесу заготовки туда отлично великолепно 9 левель кстати получил давайте на на физически прокачаем не знаю либо охоту с другой стороны тут можно бдительных животных уменьшать но в принципе в этом пока проблемы не вижу да мне кажется охоту ну урон поживотные так как могу убить но продукцию мясо но с одной стороны да с другой стороны мне кажется физически тут больше бегать смогу это а не могу таких очков нету зараза не понял это чё за типы я могу так делать вроде урона по ним нету да но копье расходуется зараза хорош это правая до урона по ним нету 1 6 уровня другой 1 физически там на выносливость много бонусов много бонусов на то чтобы я отжираясь едой но больше в себя вмещал но по сути это отсрачивание голода тоже очень полезно больше времени получаем ну бег дольше и тогда и но с 50 стрел с 20 стрелами если честно не конечно перегнули в расти по моему это ты когда изготавливаешь там сразу 3 что ли стрелы тебе дается на токсичность растет края с ранчужом вроде не очень сильно копье что-то красным отдает ну-ка тихо 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 не бойся 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 опа пусты все так мне любопытно вот на карту на имя до нажимаю где-то а вот я вот здесь появился тут написано ли судки ты еще значки значки не открыл кита гильдия там какую-то территорию заняла неудобно конечно не показывается где я свой костер поставил мои постройки кабан что ли нафиг он наверное будет показываться когда там колла флаг лечет тип того так все я делаю мясо но я теперь не забуду блин не забуду не прощу чтобы его не так много было не камень у меня кончился внезапно я подозреваю что все-таки теряются очки когда ты перекачиваешь из одного в другое мне кажется там какой-то штраф потому что вроде бы он был такой что я в одной полностью заполнял а в другую еще одно очко было теперь у меня не хватает так что наверное не стоит так делать хотя лучше в официальном дискорде у разрабов спросить тоже кстати если вы будете играть если вы что-то узнаете напишите пожалуйста в комментах всякие там советы и так далее потому что не только мне это будет полезно и интересно но сейчас подождите мы еще не закончили так все так как бы все а вот так вот просто два раза это на shift нажимал не сразу все забиралось теперь сразу все отлично можно одно мясо сожрать но не более того ну посмотрим по мере необходимости по идее сейчас последняя стрела до крафчу для квеста которые нужны что-то квест даже пропал крест не отображается ну-ка если их спрошу чё квеста пропал рука вот подсвечена но получить награду а вот сюда надо нажать так с ароматной шкуры убить оленя возьмите лук попробовать походиться на оленя после попадания стрелы в оленя не преследуйте его подождите пока олень снова ослабит бдительность оленей хороший источник меха чтобы собирать мех используйте каменный топор на олене после его убийства ну ладно сейчас попробуем ну-ка где там олень вон он помню немножко вид изменился как это только суши я все я не могу стрелять можешь вот так вот как-то как как мне как не стрелять ты ешь не стреляет а на колесико мыши можно отдалять приближать на отдалю максимально вот настройках конечно не все нормально переведено так вот человек сказал стрелы на лук перетащил про корнелиус спасибо попробуем а вот так вот надо перетаскивать офигеть чё в бошку ему попал ладно видимо в бошку попал сказали же не преследовать я не преследую вроде ли у него очень большое это надо подождать но он на шухере долго стоит так ладно недолет попадание о пробитие вы мне не нужны пока что так что бегите 10 левел супер вообще так ну во первых в лесозаготовки все я уже должен опа 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 стоп я прокачал просто нажав на нее качество или больше продукции шлюз дерева я получу ну ладно давайте физику тоже качаем ну-ка эти мясо соленья мало вообще одно только мясо и еще видимо почему-то мне квесты перестали отображаться может что поражал не знаю так ну и чё нажмите чтобы открыть интерфейс гильдии выберите другую гильдию для вступления и создать свое собственное ваше гильдия может помочь вам различными способами например вы можете получить бонусы к опыту навыкам и технологиям работа также может быть распределена между членами гильдии что значительно увеличит ваши способности выживать и процветать в этом мире ну и чё тут гильдиями тут не поймешь кто ну-ка создать могу давайте вот так russian soul play to brew можно ли такое создать нельзя такое так она на какой-то просто не пишет видимо либо символы запрещены либо слишком большой ну судя по другим гильдиям пробелы разрешены наверное слишком большое это вот так вот уже нет давай просто russian что создалось или чё до гюлд лорд я блин главу гильдия создана активность гильдии активность блин вступайте в мою гильдию вы чё заявки но я еще посмотрю принять ли вас или нет смотря как вы будете формить будете ли вы полезны не обязательно фармить но чтобы были полезными ничего фигня так вербовка черный список есть можно кикать всякое такое распределение активности офигеть советник доверенно элита лорд активность для следующего уровня то есть я теперь буду своими действиями прокачивать уровень гильдии а можно ее флаг ничего себе так слушай ничего себе эр а чё другого символа нету можно поворачивать да да ну эр типа russians все такое такая ты чё пока а это еще что какие-то символы дата хочет их плохо так видно ну-ка если так удалить слой давай может тогда и символ подожди ком такой цвет надо изменить уже это не хранит не видно значит поворачивать сейчас нельзя так цвет цвет фона это цвет символа да посмотрим вот этого дракона хочу хочу дракона так по дракон будет посмотрим ну мы силы добра и света поэтому дракон будет белый может быть мы иногда будем вынуждены всех убивать но это и ради их же блага вот да так вот так красная эр типа russians и белый дракон на черном фоне вашего кругом силы тьмы и только мы можем спасти этот мир так все символ сохранен отлично отлично вообще максимум 20 человек так спешите подать заявку умение гильдии технологии гильдии ухты гильдии свои технологии мастерская гильдии платформа осадных нифига можно создавать альянсы а чё это такое это альянс чё это ну опять russians уже время существует а это типы не пою так уж раша мы ключу это russians а чё за альянс альянс раша так технологии гильдии умения гильдия в общем урон одноручного оружия прочая активность нужная для следующего уровня да то есть каждый из вас тип вновь и ловкость целосложения короче тонна всего офигеть интересно я вижу тут можно писать описание для гильдии уведомления в общем ребят на самом деле огромное количество всего это нужно для этого систем заниматься отдельный дискорд делать кому-то часть всего этого делегировать потому что я точно не успею вот но в общем я думал видео короче сделать но игра засал и еще в принципе тут очень много всего какой у меня следующий квест интерфейс гильдии выберите другую гильдию для вступления создать свою так а все я выполнил следующий знаешь способ пограничные маркеры своей гильдии они могут предотвратить гниение ваших строений защитить их от нападения в течение определенного времени в общем все только начинается пролог еще даже наверное не пройден о как красиво белая лошадь тему в общем ставьте лайки подписывайтесь если не подписаны благодарю за внимание в комментах строчите что-нибудь там ким детей продолжение с такой